В Рио-де-Жанейро В Бразилии за олимпийские медали борются и спортсмены из Гомельской области. Подробнее об их выступлениях далее. В Бразилии за олимпийские медали борются и спортсмены из Гомельской области. Обо всем по порядку. Металлург, играя в большинстве, не уследил за Евгением Хузеевым. Форвард Гомельчан обокрал защитника и открыл счет в матче. Спустя 4 минуты Хузеев оформил дубль. И вновь защитники позволили сопернику практически без помех бросить. В дальнейшем Гомель полностью хозяйничал на площадке, в том числе и на пятаке соперника. На экваторе 2-3 матча Николай Сусла, получив пас от партнера из-за ворот, протолкнул шайбу под щитками голкипера Металлурга. Спустя 3 минуты Сергей Тополь довел преимущество хозяев до 4 шайб. После этого Глеб Агеев уступил место в воротах Металлурга Роману Стрельникову. Тот оставался сухим чуть более 10 минут. Михаил Хараманда дальним броском заставил голкипера капитулировать. Точку же в матче поставил Евгений Соломонов на 56-й минуте. И вновь защита гостей была не на высоте. Победа Гомеля со счетом 6-0. Они выполнили установку, дали сопернику делать практически все. Отдали движение, отдали мысль. Ну, отсюда и результат. Прекрасно понимали, как будет играть соперник и что будет делать. Я очень рад, что хоккеисты, прежде всего, несмотря на ноги больные, не ноги больные, идет прецедневная подготовка, подошли очень серьезно к этому матчу и добились субъективного результата. В следующем матче гомельчанам продлить победную серию не удалось. Шахтер у себя дома был сильнее 2-1. Завершили первый этап розыгрыша Кубка. Рыси домашней победой над Могилевым 6-2. Металлург обыграл Лиду со счетом 3-2. В итоге в подгруппе Б три команды набрали по 9 баллов. Гомель, Шахтер и Металлург. Плей-офф по дополнительным показателям прошли Рыси и Горняки. Причем гомельчане заняли первое место. Победителем подгруппы А стала Юность. На второй строке финишировал Гродненский Неман. Первые полуфиналы пройдут 20 сентября в Гродно и Солигорске. Матчи в ответ состоятся 27 сентября в Гомеле и Минске. В Гомеле прошло открытое первенство области по конному спорту. На протяжении четырех дней за победу боролись около 50 спортсменов почти со всего региона. Турнир проходил среди юниоров 1995 года рождения и моложе. Сильнейших определяли в трех видах – двоеборье, выездка и конкурс. Последняя дисциплина сама зрелищная и одновременно сложная для спортсменов. На определенном маршруте участникам необходимо преодолевать препятствия. Некоторые наездники из-за волнения не смогли сделать это безупречно. Сказался недостаток опыта. А вот другие, наоборот, прошли дистанцию без ошибок. Проведение юношеских турниров – это хорошая возможность определить перспективных спортсменов. В будущем это претенденты на попадание в национальную сборную. Первые два дня у нас были соревнования по несложным программам. Выступали в основном очень молодые спортсмены на перспективу, но пары перспективные просматриваются. Мог отметить, допустим, у нас Фещенко выиграла два конкура. Молодая спортсменка проявила себя очень перспективно. Просматриваются перспективы у Муравьёвой Татьяны. Ну и хорошая у нас девочка в выиске, Резванова Анастасия тоже в одовольном выступлении. Победителем в двоеборье стала Мария Муравьёва. Алина Фещенко стала лучшей в конкуре на маршрутах с высотой препятствий 85 и 95 сантиметров. Дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почёт Анастасия Плескацевич. Она стала лучшей в конкуре на маршрутах с высотой препятствий 110 и 120 сантиметров. Предварительный приз выиски выиграла Виктория Макеева. Командный приз Анастасия Николаенко. В конце июля в литовском Тракайе состоялся чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов. На этом престижном старте отличились и гомельчане. Они не раз поднимались на пьедестал почёта. Мировой чемпионат в Тракайе выдался масштабным. Около 450 спортсменов из 30 стран. Самым молодым участникам было чуть более 30. Верхнего возрастного предела нет. Масштабным был форум и по именам. На старт выходили в прошлом чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Так что на пьедестал пробиться было непросто. Конкуренция сумасшедшая. 25-30 человек в заезде. И это лучшие представители всех стран и континентов. Поэтому любая медаль, которую там достигаешь в рейтинговых гонках, одиночка, двойка, четвёрка, это очень почётно. Сергей Яшин привёз с мирового форума пять наград – золото и четыре серебра. Золотая и одна серебряная медали завоёваны в миксте. Ещё три награды добыты в рейтинговых заездах, а потому они имеют большую цену. Своё медальное шествие на чемпионате Сергей Яшин начал с одиночки. В заезде на дистанции 2000 метров он стал вторым, пропустив вперёд только атлеты из Германии. Спустя несколько часов вместе с ещё одним гомельчанином Аркадием Плечниным он вышел на старт заезда двоек на той же дистанции. Дуэт из Гомеля показал второе время. Чуть быстрее была команда из Швеции. Однако самой ценной Сергей Яшин считает награду, завоёванную в соревнованиях четвёрок на двухкилометровой дистанции. К тандему Яшин-Плечнин присоединились Геннадий Меженников и Юрий Толкачёв. В финале этот квартет уступил только немецкому экипажу. Команду четвёрку создать как и в профессиональном спорте, так и в ветеранском очень тяжело. Конкуренция сумасшедшая. И подобрать равное количество грибцов, чтобы могли держать длинную дистанцию, очень тяжело. Спасибо ребятам, они выдержали, прошли экзамен. Просто здорово. Ветеранский спорт ничем не отличается от профессионального. Любые победы – это плод кропотливой и долгой работы. Подготовку к чемпионату мира гомельчане начали ещё прошлой осенью. Этот сезон и я, и ребята работали просто как никогда, потому что уровень выступлений ведущих атлетов очень высокий. В среднем, чтобы вы понимали, за тренировку полтора часа грибец перелопачивает 90 тонн воды. То есть эти две тренировки – 180-200 тонн, то есть пять вагонов. Не каждый выдержит, а соответственно и не каждый становится чемпионом. Участники гомельской серебряной четвёрки в молодости серьёзно занимались греблей. Все мастера спорта – Сергей Яшин, Аркадий Плечнин и Геннадий Меженников – воспитанники одного тренера – Анатолия Савченко. После было не до гребли – семья и карьера. И вот только 10 лет назад они снова собрались вместе. Теперь для них спорт – это уже не хобби, а образ жизни. В свои 57 и 59 лет Сергей Яшин и Аркадий Плечнин могут дать фору многим молодым. Да и не скажешь, что эти подтянутые парни – почти пенсионеры. Это стиль жизни. Хобби уже закончилось. Потому что дня без тренировок уже плохо. Уже чувствую себя не в своей тарелке. Уже тянет на воду. Зимой у нас тоже практически без выходных мы тренируемся. Залы сухие, тренажёрные залы, бассейн плавательный. Чемпионатом мира соревновательный сезон для спортсменов не заканчивается. Сейчас Сергей Яшин и Аркадий Плечнин усиленно готовятся к чемпионату мира по марафону. И всерьёз намерены встать лучшими на 20-километровой дистанции. Тем более, что опыт есть в активе гомельского тандема золота европейского чемпионата по марафону. Свежий воздух, природа и карате. Воспитанники гомельского центра единоборства в эти дни находятся в Речицком районе, где развернулся летний лагерь. На протяжении пяти последних лет юные каратисты вместе с тренерами в межсезонье выезжают на спортивный полевой сбор. В этом году к гомельчанам присоединились спортсмены из Калинковичи и Минска. Условия практически спартанские. Быт приходится обустраивать самим. Спать в палатках, пищу готовить на костре. К тому же ещё и многочасовые тренировки. Но карате во время таких полевых выходов не самое главное. Закалка, которую ребята получают за семь дней на природе, поможет им не только в спорте, но и в жизни. Это формирование их характера. Потому что, ну, а что такое характер у человека? Это характер, это, конечно же, вся последующая жизнь. Если человек справляется с неприятностями, он идёт по жизни, работает, трудится и приносит пользу Родине. Изначально лагерь организовывали, так сказать, для своих. Однако в последние годы подтянулись каратисты из других регионов. В минувшем году делегация из Минска насчитывала пять человек. В этом году уже более двадцати. И дело не только в красоте места, где располагается лагерь. Совместные тренировки, обмен опытом и налаживание новых дружеских связей. Кроме того, такой недельный полевой выход – это хорошая школа самостоятельности для спортсменов. В том числе и для самых маленьких. У нас ключевая задача, кроме мероприятий, которые поставлены здесь, в целях – обкатка малышей. То есть пять человек малышей у нас, шестилеток, приехали вообще впервые в своей жизни в лагерь какой-то. Не то, что по тематике нашей спортивной. Поэтому проявление самостоятельности, дисциплины в иных условиях, нежели чем в тренировочном зале, отдельно от родителей. Главное, конечно же, каратэ. Тренировки, в том числе и ночные. Закалка тела и духа. Работа над техникой и физической подготовкой. Однако усталости нет. На свежем воздухе, говорят юные спортсмены, тренировки проходят легче. На свежем воздухе как-то даже больше хочется потренироваться. Сил больше. Однако не только спортивный опыт получают юные каратисты. Как развести огонь, приготовить пищу или поставить палатку. Неделя жизни на природе подарит ребятам новое знание и умение, а также новых друзей. Я после этого лагеря научился огонь разжигать, все такое. Где-то даже похвалил меня. Тут много разных людей, можно познакомиться и с ними ходить тоже на каратэ. Организаторы припасли для участников множество сюрпризов. Уделили внимание патриотическому воспитанию. Гостями лагеря стали представители военно-исторического клуба 53-й мотострелковый полк НКВД. Подержать в руках оружие или примерить амуницию времен Второй мировой войны удается не каждый день. Впереди у ребят еще несколько дней отдыха, различные соревнования, в том числе и по футболу, прикладному многоборью. Викторины по истории Белоруссии, каратэки, окушинкан, а также рыбалка и катание на лошадях. Так что эта неделя запомнится ребятам надолго. И вряд ли кто-нибудь откажется вернуться сюда в следующем году. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин